Жить надо так, чтобы построить школу-пансион в Англии на алкогольном бизнесе. Конечно, я шучу. А может и нет. Частная школа Олденхэм. Звучит как очередной райский уголок на бескрайних холмах Туманного Альбиона. Но в 1597 году ее основателем стал некий Ричард Платт. Почти 300 лет его алкогольное бизнес-наследие обеспечивало это учебное заведение. Что ж, спасибо и на том, что хоть сегодня Олденхэм не в чем упрекнуть. А то The Times такие истории любит. Как вы догадались, у нас сегодня вновь обзор интересной британской школы. И на самом деле, обо всем неприличном я рассказал. Дальше только розовое и безоблачное британское образование. Воспитавшее множество известных писателей, ученых, политиков и так далее по списку. Кстати, наши подопечные в Мариаде тоже добиваются успеха в самых различных профессиональных областях. Если вы видите будущее ребенка полной многообещающих возможностей, мы будем рады подобрать для вас самую подходящую школу за рубежом. Ну, или университет. Между прочим, совершенно бесплатно, так что оставляйте заявку по ссылке в описании. Ну а мы начнем с... конечно, с вашего позволения. Олденхэм Скул находится в типичной английской деревеньке Элстри. Хотя нет, не типичной. Именно здесь расположилась как старая, так и современная киностудия Элстри. Там был снят первый фильм со звуком шантаж Хичкока. Ну а потом Моби Дик, Космическая Одиссея, Звездные войны, Индиана Джонс. Добавьте к этому великолепию всего 15 километров до Лондона и получите, пожалуй, одну из самых удивительных локаций среди всех британских школ. Ежегодно в этой школе-пансионе получают образование около 900 учеников в возрасте от 3 до 18 лет. И это не ошибка, обучение здесь действительно начинается с детсадовского возраста и продолжается вплоть до поступления в университет. Ну а среди счастливчиков немало иностранцев. Именно поэтому, кроме высокого рейтинга, в Oldencom School есть поддержка английского как иностранного. Подготовка к языковым и академическим экзаменам различных стран и провайдеров. Индивидуальная поддержка большого состава тьюторов и репетиторов. Учебный план Oldencom составляет комбинация GCC и A-Level. Это верный способ поступить не только в лучшие университеты Великобритании, но и топовые университеты мира. Поддерживая при этом не только высокий профильный уровень, но и планку эрудиции, а также всестороннего развития. Но при этом поступить в Oldencom School не то чтобы легко, но в пределах разумного. Для студентов 11 и 13 лет предусмотрены экзамены по английскому языку и математике. Ну а учащиеся 16+, должны предоставить сертификат GCC. Причем оценки в нем должны быть просто выше среднего, что весьма лояльно по сравнению с топовыми престижными школами. Впрочем, странно было бы ожидать от родины британского образования слабой академической подготовки. Чаще эту страну родители выбирают именно потому, что она находится за пределами класса. Oldenham это школа-пансион в Англии, что предполагает две формы обучения. Дневную и с проживанием. На последнем представлено около трети студентов, причем сразу в трех режимах. Флекси от двух до четырех ночей в неделю. Еженедельный с отъездом на выходные, а также постоянный. То есть в принципе ученик может провести юные годы своей жизни, находясь постоянно на территории школы. Возможно, именно в этом и заключается способ подготовки ко взрослой жизни, самостоятельности и оторванности от родительской опеки. Но это не точно. Конечно, зачастую самым оптимальным вариантом является именно полный пансион. Он здесь доступен с 11 лет и это самый популярный вариант для учащихся Oldenham School. Поэтому среди условий проживания вы можете ожидать только комфорт и заботу. Мальчики и девочки живут в восьми особняках, два из которых для малышей. Комнаты дети делят еще одним, четырьмя сверстниками в зависимости от года обучения. У них есть все самое необходимое для работы, учебы и быта. Очень важно, что детям в этой школе помогают многочисленные воспитатели, хозяйки и репетиторы. И в то же время их учат справляться с делами самостоятельно, особенно ближе к старшим классам. От каждой английской школы закономерно ожидать развитой программы внеклассных мероприятий. Но не каждое учебное заведение считается символом школьного спорта на государственном уровне. Первый матч Oldenham School состоялся еще в 1825 году. Ну а первый свод правил появился сразу за Итанн колледжем. Сегодня это учебное заведение обладает уникальным соревновательным потенциалом. Поэтому если ваш ребенок отличает Роналдо от Роналду, вы знаете куда нужно идти. Впрочем, помимо футбола здесь развиты и хоккей на траве, парусный спорт, а также традиционный для Британии крикет и гребля. Заведение расположено на достаточном удалении от промышленных центров и грязных городов, чтобы чистый природный воздух делал занятия спортом еще более здоровыми и комфортными. Для творчества в этой частной школе-пансионе из Англии также есть все необходимое. Соответствующий факультет предлагает ученикам индивидуальные рабочие пространства, специально оборудованные мастерские, прекрасное естественное освещение и выставочные площадки. Даже местная часовня с органом служит не только религиозным целям, но и является местом проведения общешкольных мероприятий. Нужно ли вам говорить о том, что обычный день учеников Oldenham School расписан просто по минутам? Им всегда есть чем себя занять, куда пойти, ну, на 100-то акрах школы. Между прочим, 100 акров это 75 футбольных полей. Так вы можете себе представить, сколько же всего еще мне нужно было бы вам рассказать в этом видео. Я, конечно же, ценю ваше время, и более эффективно вы можете использовать его на наших бесплатных консультациях в Мариаде. Мои коллеги расскажут вам все, о чем вы стеснялись спросить о зарубежном образовании. Более того, мы помогаем реально оценить шансы и выбрать место для учебы за границей. В том числе проводим тестирование, планируем бюджет, устраиваем встречи и экскурсии, а также помогаем готовиться. Так что оставляйте заявку по ссылке в описании и не пугайтесь, это не реклама, потому что все бесплатно. Я лишь попрошу вас поставить лайк, если вам понравилось это видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всего самого свежего, самого интересного, что связано с зарубежным образованием. В любом случае, спасибо за просмотр и до встречи. Пока!